Вообще, чтобы начать голодание, нужно сначала прочитать все о голодании и зарядиться вот этой информацией. Больше читать информацию, ту, которую йоги дают. Это же считаются аскезы. Все мыслители, Платон, Гиппократ, Цицерон, все прошли через голодание. Это очистительная процедура, мощнейшая психологическая и физиологическая программа, которая дает просто мощнейшее очищение на всех уровнях. Аскезы. От греческого аскец. Упражняющийся. Подвижник. Античное понятие, обозначающее подготовку атлетов к спортивным состязаниям. В дальнейшем оно получило более широкое толкование и стало обозначать вообще борьбу с пороками и стремление к добродетельной жизни. Сегодня Экадаши день. Сегодня я хочу попробовать пятидневное сухое голодание. Экадаши. Санскриты переводятся как «одиннадцатый». Это одиннадцатый и двадцать шестой лунный день в соответствии с ведическим календарем. Эти дни особенно благоприятны для совершения аскез и духовного просвещения. Сухое голодание считается в три раза сильнее, чем голодание на воде. Если голодание на каких-то там соках или голодание на каких-то там чаях, то есть это не голодание уже, это диета. Это диетическая программа. Голодание должно быть или на воде, или без воды. И если больше трех дней, это уже считается голоданием. А меньше – это просто разгрузочная программа. А чем ты считаешь эффективно, например, трехдневное голодание, которого в основном народ не боится? Ну, трехдневное голодание на воде – это толчок организма, переход на другой режим. То есть все же это касается и токсинов, и паразитов. То есть паразиты там начинают недоумевать, что происходит, что происходит с нашим питанием, почему оно не поступает. Они начинают задумываться, там ли мы находимся. А потом после этого уже им бабах, там, допустим, десять дней. Тут они хватаются за голову и сразу начинают уходить. Токсины выходят, и то, что у человека начинается эйфория – это как раз блаженное состояние от того, что чисто организм. Это все передается на всех уровнях, и в мозг, и получается гармоничное такое состояние. То есть все это чувствуешь единство какое-то с природой, со Вселенной, с людьми, с близкими, далекими. Голодание – мощнейшая оздоровительная техника, которая работает на всех уровнях. В первую очередь на уровне психическом, потому что твое состояние напрямую зависит от твоей физиологии. И так как все взаимосвязано, все это дает выход уже на другие уровни. В плане того, что каналы начинают открываться, каналы твоих желаний, каналы твоей коммуникации, каналы твоего психологического и физиологического какого-то баланса. В результате появляется чувство гармонии, чувство блаженства. Вот это вот состояние, оно должно быть у всех, это нормальное состояние, это не состояние такой преднерванной, такого чувства. Это нормальное состояние человека, у которого всегда у всех должно быть. Все должны друг другу говорить приятные вещи какие-то, и все будет, в результате все будет гармонии. Очень хорошо. А насколько важен тебе вход на определенной диете и выход из голодания? Вот про это расскажи, пожалуйста. Оптимально перейти на сыроедение. Все крупы замачиваются, естественно, они ничего не варятся. Хороший пример, когда после 50-дневного голодания очередного, я на второй или на третий день поел органического супа, горохового своего любимого, у меня началась изжога, потому что все, уже организм перестроился. Есть такое понятие мозг-желудка. То есть он поумнел, и он уже все это дал знак, что это ему не надо. Да, он мне кислотность повысил. Поэтому все, что живое и то, что растет, желательно, конечно, органическое. А как перейти на более длительные голодания? Это этапы, последовательные этапы, которые рано или поздно приведут уже к длительным голоданиям, которое абсолютно нормальное, когда человек голодает, допустим, 30-40 дней. Почему нет? Это радикальная чистка. Это сильнейшее очищение. Так и люди не будут болеть просто. Ничего в этом нет такого аскетического. Нормальное состояние. Кто-то там делает сухие голодания, вот, допустим, там, и по 10 дней я знаю людей, которые делают. Нормальная техника. То есть ты считаешь, что вообще голодание должно стать нормой жизни? Это просто, вот, как сейчас в Америке норма жизни, первое, второе, третье принятие еды, причем уже еды, которая уже под большим вопросом, все об этом знают. И это является привычкой. Голодание тоже может стать привычкой, причем очень здоровой, очень приятной привычкой, с огромным количеством бенефитов. Читайте Брэга. Брэг по голоданию очень доступно все объяснил. И пример такой, когда он после многодневного голодания плыл на лодке, и вдруг ему стало плохо, и он пошел в туалет, и с него вышел кусок ртути. Вот это пример наглядный, как под воздействием голода Функции организма начинают просто собирать все яды и выводить их. Вот такое же было у меня на 28-й день голодания, когда у меня стала выходить слизь с бронхов, какой-то гной. И все это было по ночам, и я жутко кашлял, но тем не менее я очистился. Хотя был очень слаб, и прекратил это за два дня до конца. Я планировал 30-дневное голодание очередное. И будет 40-дневное голодание, и все это нормально абсолютно. Просто надо все это делать поэтапно. Не надо сразу бросаться, перепрыгивать несколько ступеней и бросаться в 40-дневное голодание. Я голодал сначала 5 дней, потом 7, потом 11, потом 15, потом 21, потом 25, потом 30 хотел, но вот не доголодал, потому что начался вывод токсинов, который меня ослабил. И ничего страшного, что буду голодать в следующий раз 35, а потом буду 40 уже все. Или сейчас будут 5 дней сухого, если будет не так жарко, все надо работать. А вот место, в котором ты предпочитаешь голодать, например, очень тяжело голодать в присутствии холодильника или в присутствии вообще там домашних обязанностей. Тебе удавалось голодать только успешно, только уходя там с палаткой куда-то? Или дома ты тоже мог голодать, и вот только какие-то первые дни были сложными для тебя? Вот про это расскажи. Ну, если голодание там дней 10, то вполне можно в городе голодать. Хотя, конечно, оптимально куда-то выезжать уже, там набирать воды и просто уже на природе, потому что когда у меня, допустим, когда я голодал последние 28 дней, было очень тяжело в городе находиться, потому что чувствуешь всю эту грязь вокруг, этот смог. Все города – это скопищи каких-то разных энергий, которые не подходят для человека, в принципе. Все это смешивается в какой-то клубок. А когда где-то там на природе, то есть энергия земли там, там намного все чище, поэтому и легче голодать, и легче подпитываться чем-то другим, там и теми же землей, там, то, что вокруг. Подпитывается энергетически, я имею в виду. А помогали ли тебе, например, вот всякие водные процедуры, массаж, хайки, джакузи, минеральные источники, какой-то соответствующая комьюнити? Ну, конечно, все помогает. Даже я допускал обмазываться маслами, когда я голодаю, там, когда я делал долгие голодания, обмазывался маслами, то есть это же кожа абсорбирует все это, то есть идет тоже подпитка. Это допускается, я считаю. Такой пример, как-то я выпил пол-ложки соды на 20 какой-то там день, и из меня обручил такой клубок уже мертвых паразитов. Они, видимо, там где-то застряли, их сода протолкнула. Такой клубок с 25-ти центровой монетой. Ты проводишь голодание с другими людьми. Какое впечатление у твоих клиентов по длине, по каким-то тем, что они испытывают, трудности, эйфорию? Что они говорят? Ну, у всех по-разному. Что касается эйфории, то, конечно, она у всех есть, больше не меньше. А трудности также там... У всех индивидуально. Все зависит от того, насколько ты подготовлен, то есть психологически, насколько у тебя настрой. Вообще, слово голод, он ассоциируется с тремя моментами, допустим. Это голодовка, ассоциация с какими-то там политическими акциями, там, ну, что-то там, тюрьма, где там какие-то экстремальные... То есть ты что-то хочешь доказывать. То есть вот это голодовка. Голод, это голодомор, какое-то жуткое бедствие, когда много людей страдает от голода. И уже голодание, то есть корень один, а значения три разные. Вот эти два значения негативные убрать, то есть остается светлое очень слово голодание. Вот даже есть такая древняя поговорка «Голод не тетка, а мать родная». Вот два слова «мать родная» убрали, оставили «голод не тетка» и получился опять какой-то бред. А в действительности голод не тетка, а мать родная. Вот мать родная, берите мать родную и работайте. Люди, которые прошли голодомор, то есть их дети, внуки, и скажи-ка им, что давайте голодание устроим, а они просто тебя выгонят, мне кажется, потому что у них ассоциации голода с голодомором, это уже все. Где можно найти такую мощнейшую технику, где никому не надо платить, никуда не надо ходить, ты экономишь деньги, ты экономишь время, и ты тренируешь свою силу воли. Вот пять факторов, которые ты параллельно получаешь с голоданием, а самое главное – здоровье. Надо строить уже храмы голодания. Но мы же все заколдованные волшебники, мы все закодированные. И чтобы раскодировать себя, самое основное, это же самое простое, я считаю, голодание. Мощнейшее очищение на всех уровнях. Поэтому вперед голоданию, очищению и раскодированию. Доброго пути! Доброго пути!